Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда. Прекрасный день для того, чтобы открыть сундучки, плутать что-то реально классное, реально полезное. Надеюсь, всё пройдёт хорошо и, конечно же, конечно же, на ДК упадёт Гитику. Но какой ещё другой итем меня апнется сундука? Не знаю даже. Скорее всего, да, это только Гитику. Другие какие-то итемы, может быть, будут полезны, но Гитику лучше всего будет. И это в итоге перчатки, которые бафают Крит на 6%. Так, стоит подумать, какие перчатки используются в анхолике у меня сейчас на звёзды. Ну, такое себе. Как бы Крит это вроде классно, вроде круто, но хочется видеть скорость. И сама вещь ещё без скорости. В общем, что-то как-то грустное. Мне кажется, вещица просто-напросто уйдёт на продажу торговцу. Модификаторы разъярённый, некротический, тиранический. Ну, такая чуть-чуть неприятная танком неделя, но можно в целом нормально отыграть и можно всё очень даже хорошо реализовать. ПВП-сундук. Ну, конечно, классика, классика, классика. То есть я даже сразу знал, что у меня упадёт азериточка. Ну, почему бы и нет, конечно. Ну, вот только когда случится такой сказочный момент, когда рейтинг капнется до 1800, когда я выделю свободный час-два-три на это, у меня перестанут упадать азеритки. Азеритки там будут на 15 левелах выше. Ну, как бы без доли хейта, но ощущаю, что система рандома как бы намекает у меня на то, что нужно уже, пора, да, пусть эти там 100 рейтинга, да, даже там 80-90, сделать там 5-7 винов, ну, лень, просто лень. Что, я похож на ПВП игрока? Да нет, я что, на игрока Варкрафта вообще похож. Последнее время нет. Так, что тут? Ритуал Порча. Ой, да, Ритуал Порча. Я понял, вот это ещё упало в хорошем количестве. Ну, мы это знаем прекрасно, да. По видосик ластовый смотрел, тот в курсе. А чё перчатки? Да, торговцу скорее всего. Ну, это слишком большое количество Порча. 66. Такое себе. Так, дальше, что получается? Дальше воин остался. С воином я не знаю, ну, щиток можно полутать, трикет можно полутать. Какой ещё вид он меня в целом устраивает? Не знаю, колечко, может быть. Ну, в теории, там любой итем хороший. Но самое главное, чтобы у него Порча была хорошая. Почему бы и нет? Конечно, мы прекрасно знаем о том, что теперь можно эффекты Порча покупать. За эхо-неолоты. У матриарха, да, вроде бы. Ну да, вот они. Все эти консервированные отравы. Очень самое интересное, число Порча написано на английском языке. Бра-во. Не, ну, как бы ничего не значит, но всё же. Что у нас тут получается? Прибавка к скорости на 12% всего лишь 5000 эхо-неолоты. Ну, если что, процент скорости, процент к какой-либо стате, это очень сильный караб. Временами сильнее, чем звёзды или сумеречное разрушение. Но, опять же, всё смотря от класса, всё смотря от специализации и всего такого прочего. Так, не отвлекаемся от главной темы. Сундучки. Сундучки, это главная тема текущего видоса. Чё, нет, что ли? Щиток, тринкет, кольцо. Поехали. Мгм. Запястье с прибавкой крита на 12%. Хм. Сами запястья по себе хорошие. Что у меня Порча вообще на Воине? 28. Ну, 12 крита, это, конечно, интересно. Это забавно довольно-таки. Ну, не знаю, можно их вообще очистить, как вариант. Да, стоит подумать об этом. Ну что, сундучки открыты? Полудунули что-то полезное? Нет. Нет. Ну, на Воинова только запястье, как вариант. Вроде бы неплохо встанут вместо 60-х. Стоит об этом задуматься. Не забывайте о видосиках на ютубе. Не забывайте об Адл.нет-сообществе. Входим в бзду мифик. За маунтами. Вот. Самое главное, не забудьте дать о себе информацию, чтобы я вам заветочку заполнил. И все такое прочее, чтобы вы смогли попадать в рейды. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. До скорого. Спасибо. До скорого.